Слово к молитве в дни пандемии Франц Тиссен Мир вам, дорогие братья и сестры! Нашему вниманию книга Левит, 19 глава, мы читаем 16 стиха. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Речь идет о взаимоотношениях в народе Божьем. Особо обратим внимание на выражение Не ходи переносчиком в народе твоем. То есть, переносить информацию, которая не предназначена для передачи другим. Информация, которая может принести урон ближнему нашему. Сплетня – это перенос слухов из дома в дом с пересудами. Кто из нас свободен от этого греха? Написано, притча Соломона, 14 глава. Сначала, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Божией? И потом, третий стих. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, И не принимает поношения на ближнего своего. Переносчик вредит сразу троим – себе, тому, кому говорит, и тому, о ком говорит. Притча 16.28. Человек коварный сеет раздор. Притча 26.20. Где нет наушника, раздор утихает. Книга Исход 23.1. Не внимай пустому слуху, Не давай руки твоей нечестивому, Чтобы быть свидетелем неправды. Известна история, когда к Сократу пришел один человек и сказал, Я хочу тебе что-то сказать об одном из твоих учеников. Сократ сказал, подожди, А ты пропустил эту информацию через три сита? Нет, сказал человек. А что это за сита? Сократ сказал, первое сита – это сита правды. Ты уверен, что это правда, что ты хочешь мне сказать? Нет, сказал человек. Я слышал это. Ладно. Второе сита – это сита доброты. То, что ты хочешь сказать, это что-то хорошее? Нет, сказал этот человек. Напротив, плохое. Как сказал Сократ? Ты не уверен, что это правда, И хочешь это плохое сказать? Третье сита – это сита пользы. Или сита доброты. Необходимо ли мне услышать то, что ты хочешь сказать? Нет, сказал человек. А зачем тогда ты хочешь это сказать? Ты не уверен, что это правда, Это что-то плохое, И оно мне в принципе не нужно. Опасность неверного слуха в том, Что люди могут в него поверить. И понести дальше. Раз говорят, значит было. Дыма без огня не бывает. Кто-то вспомнит, А 1 Коринфянам 5.1, Там написано, Есть верный слух о домашних хлоинов. Или может быть, Вы сами это видели или слышали, И были свидетелями греха. Как быть? Говорить за спиной плохо друг о друге – это грех. А что делать? Первое – молиться. Второе – обличить, Тогда не понесешь вины, Написано. Не содействуй гибели ближнего твоего, Нужно открытое обличение, Не за спиной, А перед лицом. Сатана предлагает другой вариант. Понеси эту информацию и унись ближнего. Есть очень поучительная история, Книга Бытие, 9 глава. Мы читаем, Это случилось с Ноем, Когда он был нетрезвым в состоянии, Лежал в обнаженном виде. Написано, И увидел Хам, Отец Ханаана, На готу отца своего, И, выйдя, Рассказал двум братьям своим. И потом, Послушайте, Сим же и Иофет Взяли одежду И, положив ее на плечи свои, Пошли задом И покрыли на готу отца своего. Лица их были обращены назад, И они не видели На готы отца своего. Надо правильно пользоваться правдой. Если мы любим ближнего, Мы будем стараться сохранить его честь и достоинство. Мы будем молиться о нем, Беседовать с ним. Тяга к переносу И любовь к сплетням Говорит о недостатке любви к ближнему. Притчи Соломона Одиннадцать, двенадцать, тринадцать Скуда умный Высказывает презрение к ближнему своему, Но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, Тот открывает тайну, Но верный человек таит дело. Притчи двадцать девятнадцать Кто ходит переносчиком, Тот открывает тайну, И кто широко раскрывает рот, С тем не сообщайся. Сегодня есть искушение Прикрыть грех переноса и сплетни Таким выражением По секрету, Но я сказал тебе это для молитвы. Где гарантия, Что человек, которому мы это передали, Не станет переносчиком? Братья и сестры, Примем это от Господа. Не ходи переносчиком народе твоем, Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, Не мсти и не имей злобы На сынов народа твоего, Но люби ближнего твоего. Я Господь. Об этом помолимся. Время молитвы. Двадцать один ноль ноль. Субтитры создавал DimaTorzok